одиннадцатая глава в этой главе повествовалось, как Петр после проповеди в доме Корнилия перешел в Иерусалим и давал отчет, как это так случилось, что язычников он окрестил и признанных за братьев, и все были удостоверены, что это Божья воля, что Бог по вере очищает человека вне зависимости от его тех традиций и тех законов, которые соблюдали евреи или не соблюдали язычники. История, которая следует за этой, показывает, насколько это решение было от Бога в нужный момент сделано, когда он подготовил Петра, чтобы через него церковь приняла и пришла к такому выводу, что видно, язычникам Бог дает покаяние. Потому что где-то, наверное, независимо от этого, но синхронно по Божьему руководству возникла другая ситуация. И если бы Петр не был там у Корнилия, то кто знает, как эта ситуация другая, которую мы сейчас прочитаем, как бы она разрешалась. Итак, Деяние апостолов, глава 11, стих 19. «Между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Феникии, Кипра и Антиохии». То есть это места, которые по соседству с Израилем никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Снова напоминается, что рассеяние, когда из-за гонений верующие покинули Иерусалим, оно разнесло слово Божье. Вот они проповедуют в своей стране, но идут дальше. Некоторые покинули территорию Израиля и попали на территории соседних провинций, а ранее это были языческие государства. Сейчас это все была одна Римская империя. Тогда тоже так Бог сделал, что нам это трудно представить, но в принципе почти весь цивилизованный мир это было одно государство. Не было границ. Даже сейчас какая-то дипломатия, чтобы сделали там шенгенскую зону, да, чтобы несколько стран, чтобы там не свободно передвигались. А вот Бог тогда сделал, что возникло государство, которое объединило многие территории, и можно было свободно без всяких визы, без всяких паспортов передвигаться куда хочешь. И другая ситуация была в том, что в принципе все люди в этой территории друг друга могли понять, понимали один язык. Хотя страна была, или империя была римской, но как бы языком, который все люди как бы овладели, потому что была такая более разная культура греческая. Был греческий. Одна страна, один язык, путешествия проповедуют. И этот греческий язык хорошо знали евреи, которые родились вне территории Израиля. И вот эта ситуация, благодаря тому, как развивается стих 20-й. Были же некоторые из них киприяне, вот эти вот евреи, которые разбежались, были киприяне, киринейцы, то есть евреи, которые родились раньше и жили вне территории Израиля, а вот уверовали и оказались в Иерусалиме, эти евреи хорошо знали этот язык империи, греческий. И вот когда они разбежались, придя в Антиохию, говорили еленам, елены – это греки, благовествуя Господа Иисусу, и была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. И вот впервые, вот так вот, целенаправленно, Евангелие проповедуется язычникам грекам. До этого где-то был, за некоторое время, когда Бог убедил Петра, слушай, пойди туда, дал ему видение, дал ему духовное руководство, и он пошел и проповедовал в доме язычника. А здесь вот как будто бы спонтанно эти евреи разбежались, и говорили только евреям. Ходили в синагоги, и им говорили о Христе. А вот тут какие-то из них, которые хорошо владели греческим, заговорили о Христе просто с греками, просто с язычниками. И на их неудивление, те очень радушно откликнулись, уверовали во Христа. Так что они увидели, что это рука Божия, что Бог их ведет и дает успех, дает пробуждение среди этих далеких от Бога язычников. Стих 22. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской. Это была руководящая церковь, церковь, от которой все вышли, они как бы и подчинялись своей деятельности. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И это тоже как будто бы насторожило. Как это там? Уже много греков уверовало. И решили выбрать себе посла, который бы пошел и проверил, что там такое эти разбежавшиеся верующие делают. Правильно ли они проповедуют, что принимают этих уверовавших язычников или неправильно. Но это благодаря тому, что до этого они пришли к выводу, что все-таки язычниками могут прийти к Господу. Если бы, еще раз, это событие возникло до того, как Бог через Петра привел Корнилия, то решение было бы сразу прийти и всех там отлучить. А так они сказали, не пойди и разберись в Варнаве. Увидеть, все ли там правильно, может быть, там что-то нужно исправить. Сих 23, он прибыл и увидел, что он увидел? Благодать Божию увидел. Увидел благодать Божию. В чем он их увидел? Возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого. И приложилось довольным народу Господу. Он увидел благодать в том, что эти люди далекие от Бога, живущие абсолютно безбожно, без всяких принципов, морали, их коснулось Евангелие. Эти люди обратились ко Христу. Их жизнь начала меняться. Просто преображаться. Евреи, вот это, помните, еще раз, история с корнилием, с чистой и нечистой пищей. Бог сделал такой ему символ, говоря, заколи эту нечистую пищу и ешь, потому что евреи считали язычников нечистыми. Как пища у них была чистая и нечистая. И Петр говорит, я никогда такое не вкушал. Так же люди были чистые и нечистые. И евреи, и те, кто принял еврейство, трекся от своего верования, стал к евреям, те были чистыми, а все остальные нечистые. И с ними не кушать, в их дом не заходить. Он увидел благодать, что эти нечистые, без всякого закона, без всяких этих правил, которые они делали, их жизнь изменилась и стала чистая. То есть Бог сделал чудо. Из-за того, что он был этим человеком Божьим, он видел не какие-то внешности, что где-то там нарушены какие-то правила, а видел суть, видел их сердца, видел в них благодать, и их еще больше укрепил. Братья, все нормально. И так дальше, Господа, держитесь, вы мои братья. И это послужило, что еще больше этих язычников приходило в собрание, еще больше каялось. Стих 25-й. «Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Варнава понял, что здесь, в Антиохии, возникло большое поле для служения. И подумал, что ему нужен еще кто-то в его команду присоединиться, чтобы там остаться на дольшее время и это дело Божие созидать». Антиохия была третьим городом по величине в Римской империи. Ну, самым большим городом был Рим. Тот Рим, который сегодня есть в Италии. Вторым городом была Александрия. Это на территории современной Африки. А третьим городом, это уже в Азии или в Сирии, была Антиохия. И это все было под одной империей, под одним государством. И в этом крупном городе возникло такое вот сильное пробуждение. И Варнава вспоминает, а где же мой брат Саммал? Он бы здесь помог. Он не знает и греческий, он не знает хорошее писание. Мы бы этих братьев молодых наставляли. А Саммал, помните, как он оказался в Тарси? Когда он вернулся в Иерусалим, уже верующий, его захотели там убить. И братья сказали, слушай, тебя убьют, пойди на свою родину в Тарс, там перебудь какое-то время. Возможно, о нем уже там все забыли, что там есть какой-то брат в Савле, Савл в Тарсе. Но Варнава вспомнил, вспомнил, ох, там есть мой брат. И пойти в Тарс, это, ну, посмотреть по карте, это не близко. Но он брал, что он ему нужен. Это, может быть, неделя пути, может быть, немножко меньше. Пошел, разыскал этого Савла, где он там есть, и взял его с собой для служения. Сихи 26. Целый год, когда вот они вернулись, целый год собирались они в церкви, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Как вы думаете, до этого они назывались? Вот впервые, я скажу, что это примерно лет 7 прошло, как Иисус Христос вознесся и послал Святого Духа. И до этого, еще раз, язычникам не проповедовалось. Даже евреи им они не спешили говорить вне Иерусалима. Вот впервые за лет 7 дошло до Антиохии, и там именно была такая особенная миссия для язычников, и было большое пробуждение. И язычники приходили в собрание регулярно, и тогда только назвали скорее всего, стали называться, скорее всего, так назвали их со стороны, люди окружающие. Я думаю, что это не они себе выбирали, вот думали, а какое нам имя выбрать? Мы создали организацию, давайте придумаем имя. Скорее всего, это не они выбирали, а просто, они называли себя, мы ученики Господа. Мы у Него учимся. Вот они, как вы ходите в школу, они регулярно ходили в собрание, и что делали? Учились, учились у Господа, учились понимать волю Божью, заповедливости Христа, и их исполнять. И скорее всего, кто-то из людей посторонних видел, что в ихнем городе обозвалось какое-то новое сообщество. Есть римляне, есть греки, между ними разница небольшая, есть какие-то синагоги, есть евреи, этих мы знаем. А эти кто такие? Это вроде бы не евреи, непонятно, какие-то обособленные, кто это такие? Вот люди со стороны, скорее всего, чтобы как-то их, эту группу людей обозначить, придумали им такое имя, и это, по-видимому, было как насмешка. Потому что, ну, для нас, для нас имя Христа, это, ну, конечно, выше всех имен. Мы песни пьем, Иисус, Твое имя, понадоса кухаю я, воно дороже за життя, святое имя Иисуса. Но тогда это было как насмешка, как у какой-то еврей из какой-то деревни, делали какой-то бунт, его выловили, распяли, казнили, и у нем, кажется, все забыли. А тут какая-то группа людей ему молятся, у нем поют, и как насмешку назвали, ну, это, как бы, ну, христианчики, ну, как бы, те, кто за ним следует, за каким-то, вроде бы, мертвым евреем. Так, придумали им, как бы, такую кличку. Но сам факт, что они это придумали, чтобы их обозначить, показывает нам, что жизнь этих людей была совсем другая. И из-за этого решили как-то их назвать. Совсем другая жизнь у них возникла. Вообще, язычники жили в те времена, ну, весь тот разряд, который мы сейчас слышим, возникает, тогда он же он был. И был в очень развитой форме. И только благодаря тому, что христианство ширилось, этот разряд стал где-то уменьшаться, и верующие повлияли, что моральные стандарты поднялись. Сейчас это все скатывается обратно. Но тогда это были большие города, это были места такой вот очень безморальной жизни. С одной стороны, были бы очень богатые люди, а с другой стороны, очень бедные. И эти богатые пренебрегали, не было никакой ни милосердия, ни помощи. Также это было место всевозможного разврата. Ну, о семейных ценностях, наверное, даже такого и фразы не было, как семейные ценности. Жили кто как хотел, не придерживались Божьего понимания морали, а вот возникли какие-то люди, живут по-другому, не воруют, честно работают, муж с женой только живет, никуда больше не ходит. Что это такие? Что это за странные люди? И им придумали имя, кличку, а это христиане. И это было как насмешка. Но благодаря тому, что верующие жили благословенно и посвященно, и ихний пример побуждал тому, что не зря на то, что с них смеялись, их количество возрастало и возрастало. И прошло еще несколько веков, уже в 3 веке это имя стало очень почетным. Так что все стремились быть христианами, даже если кто-то не искренне верил, но хотел бы, чтобы его назвали христианином, потому что это стало очень почетным. Из-за того, что как бы верующие своей жизнью подняли это имя, дали этому имени авторитет своей жизнью, измененной жизни. Еще один пример измененной жизни дальше в этой истории говорится о том, что к ним пришли братья с иудеи, проповедовали и предсказали, что будет голод в иудеи. И вот реакция этих учеников, этих христиан, 29 стих, когда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям, живущим в иудеи. Это тоже, ну, как бы, невиданное для тех времен решение, как, с какой стороны какие-то греки решили каким-то непонятным евреям, которые всю жизнь все ненавидели, потому что евреи были, они считали нечистых всех, и были такие, как бы, очень обособленные, и за это их все ненавидели. А тут эти греки решили каким-то евреям, которых они в жизни не видели, потому что там, где-то у них будет какой-то кризис, скинуться им по своему достатку, не просто скинуться там символически, чтобы им помочь. Особенная жизнь сделала и это такое вот новое название особенным, христианин. Ну, у нас на собрании тоже есть вывеска, и там тоже есть имя христианина, евангельские христиане, баптист. Ну, вообще, слово, мы возьмем имя, евангельские христиане, это христиане, которые за Христом следуют, и их неучение, это евангелие, это учение, мы учимся, мы так живем. Мы ходим в собрания, мы регулярно ходим в собрания. Нельзя быть верующим и быть одиночкой. Это нет такого варианта. Нельзя быть верующим и сказать, ну, мне в собрании неинтересно, я буду жить по-своему. Вот, какая здесь тоже мы читали, обратились к Господу, убеждали держаться Господа. То есть, эти люди назвали Иисуса Христа своим Господом, стали Ему подчиняться. Мы говорили о том, что нас капитан нас ведет, наш корабль управляет. Если мы говорим, что нас есть капитан, мы Ему подчиняемся. То же самое, если мы говорим, что есть Господь, мы Ему подчиняемся. И они собирались учиться Ему, учиться у Него понимать, как подчиняться. Тоже есть, может быть, знаете, что к тому названию как бы официальному, который мы имеем как церковь, евангельские христиане-баптисты, есть еще неофициальное, народное название. Покороче. Штунды. И это название покороче, тоже это кличка была, это кличка. Похоже, появилось, когда возникли верующие первые, то с насмешкой там люди официальной церкви обозвали их. Это штунды. Почему? Потому что когда возникли первые верующие, они возникли, потому что познакомились с немецкими верующими, которые поселились на территории, на юге Украины, это при Екатерине, царице Екатерине, она дала право, льготное право с большими привилегиями, чтобы желающие люди из Европы, особенно верующие, могли здесь жить. Было это с целью, чтобы они поняли экономику, научили здесь ремеслу, и это было мудрое решение. Когда они здесь поселились, то у этих верующих, там были и минониты, и литурани, возникло такое пробуждение, они собирались на изучение Писания, как бы библейский час. Кроме того, что было официальное собрание, они собирались как на изучение Слова Божьего, как у нас будет, на разбор. И этот библейский час назывался на ихнем языке Библштунден. И когда возникли евангельские верующие уже славяне, они тоже приняли эту традицию, что вот есть официальная церковь, но там мало что там Слово Божье учит. И они собрались под домом, читали Слово Божье, Евангелие. Из-за того, что они читали Евангелие, их обозвали это Штунды. Но, знаете, тогда это было как бы самое хуже, что можно сказать. Самое такое коварное слово. А сейчас это даже какой-то комплимент. А, ты Штунда? Хорошо. Тоже, как бы, по-видимому, жизнь этих людей, которые назывались Штунды, сделала так, что даже это название, которое было, кажется, очень оскорбительным, уже не оскорбительным. Но Бог напоминает нам, что носим ли мы имя христиане, или так, как называют Штунды, мы должны этому соответствовать. Сейчас другая проблема, мне кажется. Сейчас вот кого не спроси, а ты христианин в нашей местности? Конечно, христианин. То есть, люди просто так себя называют, потому что это уже модно. Это, кажется, что-то такое вот культурное. Но это должна быть другая жизнь. Христиане – это те, кто, вот почему их назвали? Потому что они учились у Христа жить, они Ему служили, они подражали Ему своей жизни, они жили по Евангелию. И это отличалось от жизни всех остальных людей. Если мы не отличаемся от того, как живут в мире, а я христианин, это просто название, за которым нет дальше содержимого. Это подделка. Взять, там, сейчас модно вижу эти яблочки надкушенные, Apple, Apple. Взять Apple какие-то и приклеить себе на какой-то велосипед свой. это вот то же самое. Залили лейбочку, христиане, и приклеили, и думают, что-то поменялось. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы были внутри христианами, в сердце христианами, и в жизни христианами, и носили это имя, и оно подтверждалось, чтобы мы учились у Него. чтобы имели особенную жизнь и особенную привилегию подражать Ему, подчиняться Ему, идти за Ним в земной жизни, и по милости Божией оказаться с Ним на небесах. Для славы Его пусть это будет Аминь. Помолимся.